друзья всем привет с вами мистер изи админ значит предыдущих урок мы делали авторизацию регистрацию сегодня давайте сделаем регистрацию с отправкой письма на электронную почту то есть доделаем и если времени хватит то тогда еще личный кабинет то есть лично кабинете пользователь сможет изменять свой пароль так значит открываем файл пичпи с регистрации где мы регистрировались кстати если хотите писать не на латиницей все уведомления там placeholder и и т.д. и т.п. то после сессии он старт напишите хедер и контент текст html кодировку т8 можете писать русским буквами так что мы будем делать то есть если у нас переданы в глобальный массив пост юзер и пароль так если а а спасибо за регистрацию на нашем сайте так спасибо за регистрацию на нашем сайте в php есть встроенная функция называется mail она примеет принимает три параметра значит первый параметр тема письма так тема письма нет первый параметр почта сама почта короче напишем gmail 2 2 параметр джек да вот так вот пишется джек то есть это тема письма и третий параметр не сады то есть это само тело письма что у нас будет написано в письме так ну коли мы уж тут задали переменный юзер нейм спасибо за регистрацию на нашем сайте давайте введем еще для регистрации чтобы пользователь вводил свой электронный адрес здесь напишем давайте его до ввода пароля сделаем а после ввода логин он будет вводить свой электронный адрес папишем здесь напишем здесь плейсхолдер введите электронную почту name у нас будет email тип текст в таком случае нам надо отредактировать базу данных добавить еще одно поле в таблицу users Поле e-mail. Добавить поле после юзернэйм. У нас будет e-mail. Тип варчар. Длина 100 сингл. По умолчанию нет. Все сохранить. Так, все готово. Значит, мы ввели новый input. В котором будем вводить электронную почту. Теперь нужно ввести в insert int. e-mail. Значение будем вводить. Переменной e-mail. Так, значит, e-mail мы будем также очищать от html тегов и пробелов. Переменной у нас будет e-mail. Передаем через массив пост e-mail. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получилось. Какая она в форуме получилась. Так, регистрация. Введите электронную почту. Введите им. Введите электронную почту. Введите пароль. Отлично. Так. Теперь тогда давайте попробуем заинвестироваться с e-mail. Тест. Электронная почта. Так. Я показывал в предыдущих уроках, как делать форму веб-билдер, как делать форму отправки на электронную почту, форму обратной связи. Там я показывал, как настроить в open-server отправку электронной почты. Можете посмотреть. А если у вас сайт на хостинге расположен, то хостер вам выдает настройки и… то есть настройки вам выдает и у него там создаете свою учетную запись электронной почты. Ну здесь я буду отправлять на свой адрес электронной почты. Так. Пароль, ладно. Тест. Тест. Срегистрироваться. Тест. Спасибо за регистрироваться на нашем сайте. Обновляем базу данных. Смотрим, что у нас добавилось и поле e-mail или нет. Так. Поле e-mail добавилось. Отлично. Пароль в MD5 и юзернейм тест. Так. Так. А здесь-то у нас письмо не перешло, надеюсь? Нет, не перешло. Значит, вызываем функцию mail, в которой у нас электронная почта будет отсылаться на e-mail, который ввел пользователь, да? т.е. вот принимаем из этой формы e-mail. Потом. Так. Тема письма у нас будет. письма с сайта http session.log. Так. Имя Saga. Так. Сюда тогда в функцию email внесем вот это значение. Значит, Ami Saga у нас равно. Так. Значит. Username. вы за юзернейм , да вы за регистрировались на нашем сайте и там спасибо за регистрацию да спасибо за регистрацией на нашем сайте ахрек и ссылку на сайт напишем да сюда ахрек http session.log а здесь просто session.log напишем так спасибо за регистрацию на нашем сайте да просто спасибо за регистрацию на нашем сайте все хватит так и сюда вводим нашу мисагу так вроде бы все правильно сюда еще давайте ничего не будем добавлять давайте попробуем зарегистировать теперь с электронной почты придет ли нам письмо так регистрация будем с диван так email сюда будет почта приходить такую пользователь пароль будет 123 утверждение 123 зарегистрироваться иван спасибо за регистрацию на нашем сайте на нашем сайте в общем в общем там и на что это надо от до до Так, письмо пришло, не пришло, пришло, не пришло. Так, почему-то у нас письмо не приходит. Почему? Так, так, так. Так, 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 так. А, возможно, оно у нас просто хранится здесь. Нет, не хранится. Так, спам не попал. Нет, не попал. Так, давайте разберемся, почему письмо не пришло. Если письмо не отправилось, выводим ошибка 3 от крафтки. Такс, 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 такс. Имя, юзер, тест, пену почту, вот это, пароль 1, 2, 3. Спасибо за регистрацию на нашем сайте. Ну, вроде как отправилась. Вроде как-то не отправилась, да? Если, если мейл. Давайте вот так сделаем. А здесь напишем. EOfzy Ошибка Регистрируемся по-новому Звонят на телефон, откликают Так, значит Нас будут звать теперь Ник Николай 123 123 Ошибка приотправки Почему ошибка приотправки? Почему у нас ошибка приотправки? Так, возможно, кстати говоря На нашем сайте Вот эту пока не будем писать И попробуем Еще раз зарегистрироваться НМН Раз, два, три Раз, два, три Ошибка приотправки Так, что же такое Так, mail Email, subject Message Сайт Давайте здесь вот Проверим На вашу Электронную Почту Е-мейл Высланно Письмо Письмо Нет, можно было написать не высланно письмо Ситуация На 23 строчке ошибка А, ну да Здесь Кавычки забыл Так, звать нас теперь будут БББ Раз, два, три Раз, два, три Регистрацию на нашем сайте У нас значит электронная почта Какого-то хрена Не появилось Хотя здесь появляется Сейчас проверим Так, здесь появляется Почему тогда здесь не появляется Вот-то ну че Так, email И че Так, здесь у нас почта появилась А, ну я конечно же не там написал Потому что Дай вам равно Ру Опять а Ну сейчас мы все-таки добьем Это все Штуковину А, так Если true То Отправлено Отправлено Так вам пишется А иначе ошибка при отправке Е-мейл Е-мейл Так, е-мейл Так, е-мейл Так, е-мейл В нашем сайте Скопируем Так, е-мейл Так, е-мейл Так, е-мейл Так, е-мейл Так, е-мейл Так, е-мейл Смот высланно Но че-то не отправляет А, спам что-то не попал А, спам что-то не попал Не, спам не попал Так, ну-ка проверю-ка я еще раз Настройки почты И поставлю здесь Сохранять пока в локальную папку Потому что Вроде как отправляет Ну, не отправляет, да? Сейчас посмотрим Так, значит, сервер перезапустился Регистрируемся В очередной раз Регистрация Так, письмо отправилось Вот оно появилось Так, вот оно, письмецо появилось Кому? Съема письма А, кажется, я понял Нельзя, наверное, было писать В теме письма Ссылку Сейчас давайте попробуем Еще раз Значит, я обратно поставил На Отправка на электронный адрес Вот И сейчас посмотрим То есть ссылку сейчас уберем Потому что, возможно, за спам принимает сразу Так, где у нас субжект? Так, вот это мы уберем Письмо с сайта оставим Месседж оставим Регистрируемся по-новому Проверяем почту Так, вот это мы уберем Так, вот это мы уберем Так, вот это я Так, правильно ли я указал электронную почту-то вообще? А это мы проверим в базе данных. Так, это правильно. А-а-а. Кажется, я понял в чем дело. Я менял пароль в почте, сейчас я поменяю пароль, да, 100% менял я пароль в почте, вот, и поэтому почтовый сервер не принимал нас, ну сейчас должно точно отправиться, так, смотрим, здесь все в порядке должно быть, то есть регистрируемся по-новому. Сейчас должно уж присмотреться, да, вот пришло письмо, письмо с сайта, спасибо за регистрацию на нашем сайте. Ну, в принципе, вот и все, видите, вот единственная загвоздка была, то, что я поменял пароль, а уже и не понял, что пароль поменял. Такие пироги, короче, ребят. Ну ладно, всем, давайте пока, наверное, на этом пока закончим, потому что кое-какие дела появились, 25 минут нормально, хватит. В следующем уроке сделаем админку, может быть, побольше сделаю видео и сделаю админку, а, личный кабинет и админку, может быть, сделаем. То есть в админке мы будем регистрировать, ой, не регистрировать, а изменять параметры пользователей, там, то есть им статус бан присваивать, юзер или админ, вот такие вот дела. Вот, ну, то есть там изменять их на электронную почту, там, если они, там, положено, попросили нас, или разрешим в личном кабинете пользователям изменять электронную почту. Может и не разрешим, не знаю, посмотрим, значит, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока, увидимся в следующих видео.